Покупай его, мать твои, за 13 долларов с Амазон. Смотрите, что за кроссовки на мне. Это не очень хорошая идея. Можно, это же вообще никак не натягивается после глотка алкоголя. Еда была вот прям отвратительная. В этом видео даже будет денежный конкурс. А правила вы можете узнать дальше во влоге. Кожа ужасно выглядит. Что сделать, что сделать? Привет, ребята. Такое рандомное включение, но я только что записывала видео про хейт в комментариях. Ответила всем хейтерам. Ну, вообще не всем. Я ответила только на несколько комментариев. Хорошо провела время, повеселилась. Хотя монтажерик мой вряд ли повеселился, потому что я очень сложно собираю мысли в предложения. И, наверное, я могла бы больше читать. Но этого я делать не буду и читаю я на английском. А вообще, я хотела рассказать вам две вещи. Первая – это то, что у меня новый инстаграм. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, куда монтажерик вставит, там и будет. Мой старый инстаграм заблокировали. Сказали, что я занималась подозрительной активностью. Я попыталась раз шесть оспорить, но у меня не вышло, поэтому у меня теперь новый инстаграм. Следующее, что хотела вам показать, и я сняла уже в этом даже короткое видео. Я в детстве всегда очень хотела этот продукт, но был момент в моем детстве, когда мы не могли себе это позволить. А затем как-то я даже уже и не спрашивала, можем ли мы себе это купить. Короче, это Несквик. Но сейчас, когда я стала взрослая, я покупаю его, мать твои, за 13 долларов с Амазон. Я долго искала Несквик в Америке, ни в одном американском магазине, ни даже в русских магазинах в Америке я ни разу не видела Несквик. И тут я решила Амазон. На Амазоне же есть все. И нашла там эту коробочку за 13 долларов. Надежда оправданная, вкус мне очень нравится, и на мой взгляд, отличается от любых американских шоколадных шариков. Пришла вернуть эти сапоги. Конечно, я бы их носила не с этими джинсами. Очень классные, на скидке. Больше 60%. Но размер не мой. Никак не могу вам показать свой отфит. В общем, на мне курточка от Acne Studios. Рваные джинсы. И, наверное, лет 5. Сон-Лоран, Сон-Лоран. Ну, так мне нравится этот образ. Все вроде очень просто, но прикольно. Собаке она, кстати, взяла с собой. Приехали на ужин в суши-бар. Так много народу, поэтому я вряд ли вам что-то покажу. Пытаюсь передать атмосферу и не с полицией. Оу-я. Но это не наше. Нам дали комплиментарный салат. Мой МЧ шутит, что это, потому что они узнали меня из моих влогов. Здесь тартар из лосося. Фак. У нас тут продолжение. Впервые буду сегодня пробовать Cosmopolitan. Кстати, музыка вообще крутая. Ну, привет. Возможно, вы меня снова не будете слышать из-за ветра, но я скажу. Сегодня обещают 70 градусов тепла. Это значительно отличается от прошлой недели. Я, кстати, детальный образ покажу позже. Я прям сегодня в восторге от своего образа. Мы идем за кофе, а также забрать мою машину от ресторана, где я ее, собственно, вчера оставила, потому что, как вы заметили, я немножко тусила. Поэтому после ресторана мы поехали еще в клуб. Это сложно назвать клубом. Ну, это место, куда мы иногда ездим потанцевать. Я хорошо вчера провела время. У нас были очень интересные душевные разговоры с девчонками, что не всегда случается. Поэтому я очень довольна вчерашней встречей. А сегодня мы едем в Steelwater. Это маленький городочек в 40 минутах от моего города. Это просто погулять, поесть, выпить кофе. Ну, и просто понаслаждаться последними днями тепла. Увидимся позже и bye. В последнее время я часто прошу вас оставлять комментарии под моими видео, потому что, конечно, это помогает мне понять, что вам интересно мои видео. Также дает мне ощущение поддержки. Но я не буду врать, поднимает активность и увеличивает статистику на моем канале. И поэтому, чтобы вам было еще приятнее оставлять комментарии под моими видео, я решила, что, начиная с этого влога, под каждым видео я буду выбирать рандомным образом комментатора и отправлять какую-то денежную сумму на кофе. От 200 до 300 рублей. Одно главное правило – это то, что комментарий должен состоять из слов. Это может быть вопрос, наблюдение, замечание или комплимент. Дайте знать в комментариях, как вам эта идея, и двигаемся дальше во влог. Кстати, рассели по завтраку обедать в том же ресторане, как у меня вчера были с девчонками. Это, правда, мой самый любимый ресторан. И сейчас у них happy hour, и у них офигенно вкусный бургер, который сейчас мне дается бак совсем. На месте моя девочка. Единственное, очень странно, почему я так запарковалась, хотя я ехала абсолютно трезвая. Ну, я вообще, в принципе, не сижусь за руль после глотка алкоголя. Мои некоторые хейтеры настолько хейтеры, что мне даже писали, что я взяла в рент эту машину, чтобы записать видео о том, что у меня есть машина. Ну, как можно? Это же вот вообще никак не натягивается. Я вам не рассказывала, но смотрите, что за кроссовки на мне. Я все-таки их купила еще раз. Это не очень хорошая идея после тусовки. Я не могу тебя слышать. Хорошо, вы должны сделать перелив. Ребята, посмотрите, это просто смешно. Сколько мы прошли, столько еще осталось. Мы можем сделать это. Подошли. Хотим попасть на этот руртаб. Мы возвращаемся. Еда была вот прям отвратительная. Я и так, конечно, очень привередлива, но это прям действительно было очень вкусно. И заплатили мы за два напитка, пасту и пиццу, 69 долларов. И около 10 долларов оставили чай в их. До новых встреч. У床 в Игорь. УVERСКИ. До новых встреч. Уважаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok